здравствуйте друзья да привет ну в общем то как я обещал пацан сказал пацан сказал что буду выходить вот и начинаю выходить ну и для того чтобы у нас легче пошло дальнейшее общение пару слов по поводу вот это вот глобальной истерии которая творится сейчас по телевизору по поводу упавшего боинга на спасибо ребят спасибо тем кто ставит лайки и отдельное очень большое спасибо тем кто делится трансляция хотя таких очень мало симон спасибо симон командос я все вижу shadow тоже спасибо окей shadow снова пилот даниелька спасибо сержант марти иван королева руслан вы знаете наверное эту нашумевшую новость по поводу того что вчера упал самолет рано утром пилот из саудовской аравии компания fly dubai не справился с управлением и соответственно самолет упал и знаете я этой компании летал свое время и я был очень удивлен качеством сервиса и вообще уровнем обслуживания в этой компании то есть не было никаких сомнений в том что проблема связана с погодными условиями но либо может быть какая-нибудь ошибка пилота то есть они сама начала когда услышал эту новость у меня не было никаких сомнений по поводу того что это не могло бы связано с техникой потому что арабы в эмиратах товарищи такие достаточно богатые и они очень любят козырять тем что у них там очень хороший самолетный парк очень хорошее качество обслуживание так далее них есть две компании которые очень очень крутые на мой взгляд это одни из лучших компаний вообще в мире это вот fly dubai и 2 этих от этих от это абу даби а fly dubai соответственно эмират дубай вот два основных эмирата два самых богатых которые в общем-то нет больше всего преимущества продажи нефти вот и что что интересно для меня дело в том что fly dubai вот еще когда я летал раньше эта компания позиционировалась как компанию которой никогда не было никаких чп то есть до вчерашнего дня у них не было ни одной аварии на рейсах то есть вчера не спилили мушку грубо говоря то есть то что произошло в россии вчера с их лайнером это впервые за всю историю компании то есть это к слову о надежности да то есть в общем-то летать на самолетах в принципе гораздо гораздо безопаснее чем ездить за рулем автомобиля я думаю многие знают этот факт потому что такие ситуации которые произошли вчера с лайнером они крайне крайне редки очень редко это бывает а вот то что происходит с автомобилями это можно видеть практически каждый день на улицах своего города вот но мы в силу вот своей наверное ограниченности мы не переживаем по поводу того что каждый день там в россии тысячи и тысячи людей попадают серьезные дтп и сотни погибают до в различных вот таких вот неприятных ситуациях но когда мы слышим о единичной ситуации вы представьте это единичная ситуация с лайнером нас это почему-то очень сильно трогает вот вопрос почему ну обезьяна обезьяна не обезьяна тем не менее ситуация произошла тут уже обвинить мы тоже будем обезьянами если мы будем всех вот обвинять и так далее я считаю что если какая-то ситуация происходит нужно не друг на друга плеваться нужно как-то решать делать какие-то выводы чтобы была какая-то польза в будущем с эмирейтс возможно возможно эмирейтс получается и вторая компания получается этих от да наверное так это две самые популярные компании в эмиратах да дело то в общем-то не не в том там упал не упал пилот обезьяна не обезьяна ситуация произошла почему почему от нас это так беспокоит сильные вы по сути те кто летают на самолетах они тоже понимают что бывают такие ситуации ну как досыкотно да там например когда самолет попадает какую-то высокую турбулентность особенно неприятное ощущение в момент посадки в момент взлет это те моменты когда больше всего шанс на аварию ты вот сидишь и тебе некомфортно а почему тебе некомфортно а потому что от тебя ничего не зависит вот вот в чем истинная причина все вот это вот истерии вот почему люди так много переживают на этот счет потому что когда вы сидите в машине за рулем вероятность попасть в валю в аварию в сотни если не в тысячи раз выше чем на самолете вероятность просто вот несоверизмеримая но в машине мы не переживаем а в самолете переживаем потому что от нас ничего не зависит да то есть если вот вот как вчера попался там пилот обезьяна не обезьянный обезьяну принял он решение ты полностью зависит от другого человека наши мозги хомо сапиенсов они устроены так что мы привыкли прогнозировать ситуацию в будущем и управлять и когда мы эту ситуацию управлять не можем нас это угнетает и загоняет определенный стресс вот почему люди так сильно переживают ну и естественно еще различные новостные каналы я вот сегодня проснулся с утра на всех каналах на всех каналах ребят ну уже сколько можно уже понятно да неприятная ситуация но сколько можно об этом трендить в общем то честно говоря не особо даже приятно да ведь нет чтобы рассказать о чем-нибудь позитивным а позитивным от них ничего не дослышаться чтобы это было так часто и так много зато о том что там погибло 60 человек об этом кричат 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 как будто бы вот на самом деле мы на кладбище находимся да поэтому я стараюсь не смотреть ну если вне беда случилось то шансов нет нет то я думаю бан не не дадут потому что те лайки ярд лайков которые были тогда это были лайки накручены да вот поэтому а есть еще знаете такая вот категория святоши вчера у многих ребят я читал там и в инстаграме там и на форумах в интернете есть такая вот категория людей которые начинают тебя обвинять в чем-то и когда они не в чем тебя обвините они придумывают да вот увидели там допустим что ты сюжет какой-то выложил увидели что там фотографии какой-то выложил и начинают писать как ты можешь у нас же траур как тебе не стыдно и вот это такой смотришь такой слушая чуть-чуть это вообще от меня хочешь дружище но нет про женщину не хочу говорить это в общем то та же самая история что самолетом эти ситуации находятся их решают органы внутренних дел соответствующие соответственно она должна понести наказание максимально сурово возможно это женщина вообще больная была но потому что нормальный человек на мой взгляд такие вещи не сделает я за то чтобы в жизнь больше позитива вносить они погружаться в негатив потому что вокруг негатива и так более чем достаточно и так более чем достаточно посмотрите на уровень жизни посмотрите на как девальвировал рубль куда еще больше негатива дайте чуть чуть больше позитива вот в чем основная идея про давидыча вчера был вопрос я посмотрю я вчера отвечал посмотрите трансляцию и узнать мою лиги по поводу давидыча давидыч мне кажется его основная проблема в том что он не соизмерил так сказать свой вес весом тех людей на которых он начал крошить батон вот за это он поплатился все эти сопли по поводу там уголовных дел там которые были когда-то там следствие это все не более чем отмазки для обычных людей для нас с вами а по сути там начал крошить батон на тех людей которые стоят слишком гораздо выше чем она его наказали но мы же живем в мире джунгли это вы можете верить что мы там живем там в правовом государстве в каком-то в котором там равенство еще какая-то демократия есть такие идиоты которые в это верят а папа по факту ничего не поменялось за миллион лет вот закон джунгли тот сильный тот и прав были люди которые были гораздо сильнее чем давидыч он начал на них крошить батон за это эти люди его наказали а уже инструменты ну там сто тысяч лет назад ему бы по куполу настучали бы не знаю там руку бы ему съели или вообще всего бы его сели а сейчас так более гуманно ну там суд сажают и все такое прочее но смысла это не меняет то есть право сильного право это право это рубль но я думаю рубль подпись относительно чего относительно чего я в принципе думаю что рубль будет падать еще дальше вот другое дело что мы сейчас видим такую отскок очень хорошие да то есть рубль укрепляется относительно доллара но это связано мне кажется не с тем что рубль укрепился как тогда мне кажется это просто связано с тем что доллара слаб по отношению к иене мне так кажется может быть я ошибаюсь там но я вижу что вот относительно сколько там был 75 был свое время уже у нас 76 или там не под 80 а сегодня доллар у нас там что-то там 67 69 что делать если сорвался на сушки я тоже рад артем если сорвался на сушки то тогда самое главное не париться по этому поводу потому что если ты начинаешь париться по этому поводу ты загоняешь себя в негатив стресса но ты горячего 3 говно ты сделал плохо как ему ты ты себя загоняешь негатив а наше тело и наша психика они стремятся всегда гомеостазу к равновесию то есть если ты загоняешь себя в негатив что я вот такой говнюк что это сделал плохо тебе хочется автоматом твоя психика пытаться найти какие-то позитивные эмоции и И позитивная эмоция, она чаще всего находит то, что максимально близко к тебе. То есть, если ты, допустим, сожрал фастфуд какой-то, да, и сидишь коричь себе, зачем я это сделал, я говно, я тряпка, ты загнал себя в минус негативной эмоции, психика хочет тебя вытянуть в плюс, она тебе говорит, вот съешь еще, дружок, вот съешь еще и получишь позитивные эмоции. Потому что еда, секс, доминирование, все вот эти вот вещи, они больше всего приносят позитивчика такого. И поэтому ты начинаешь дальше по кругу грешить, да, то есть ты начинаешь снова жрать, ты не хотел, но ты снова начинаешь это есть, есть и есть. Поэтому если ты совершил какой-то грешок, да, нарушил какие-то обязанности свои, самое главное не париться по этому поводу, не надо себя убивать. Да, спасибо, Ромаш, спасибо, в общем, что делитесь трансляцией. То есть самое главное, себя не угнетать, не убивать негативом. Да, ну, нарушил диету, но я не святой, такое бывает, это было запланировано, дальше я не буду ее нарушать, ничего в этом страшного нет. Тогда будет проще выйти снова на правильную стезю. А если ты будешь себя постоянно потрошить по поводу тех негативных моментов, которые ты совершил, то ты будешь в итоге совершать их еще больше. Вот такой вот парадокс. Сюжеты длинные. Ну, сюжеты длинные будут, относительно длинные, по полчаса-часу. Они будут в рамках подполья, но того, что было раньше. Единственное, что нету, теперь нету постоянства. То есть я выпускаю сюжет тогда, когда он созрел, когда он интересен, когда я его отснял, когда я его написал. И это материал качественный, но он не может быть систематический и очень много. Ну, понимаешь, меня постоянно спрашивают какие-то странные вопросы. А зачем я нахожусь в том или ином городе, да? Нахожусь в Киеве, что ты в Киеве? Нахожусь в Минске, а что ты в Минске? Нахожусь в Москве, а что ты в Москве? Ну вот, ребят, ну так хочется мне, понимаете? Люблю я путешествовать. Захотел пожил там, захотел пожил здесь. В общем-то, я с детства стремился получить такую определенную свободу, чтобы можно было путешествовать и находиться там, где мне нравится. Ну, чем я, в общем-то, сейчас и занимаюсь. Я для этого очень много работал. Крыму тоже привет. Стивени Хокинген. Ну, это очень долгая тема, на самом деле. Это очень-очень долгая тема. Вопросы вселенной, мироздания, вопросы религии, атеизма. Это реально тянет там на часовую-двухчасовую тему. Но, в принципе, идеи его очень интересные, мне нравятся. Протеины вместе с жиросжигателем, да, можно принимать. Но большинство жиросжигателей, к сожалению, не работают. Либо работают гораздо слабее, чем вы думаете. Про допинговый скандал. Я думаю, что допинговые скандалы, они проходят регулярно. И чаще всего допинговые скандалы используют для давления на те или иные силы, на те или иные государства, на те или иные сборные. Ну, вообще, слышать про допинговые скандалы в спорте, это так забавно, да. Так забавно. Это примерно, как слышать про демократию от современных политиков и про правового государства. Потому что всем очевидно, что никакого чистого спорта нет уже. Уже, блин, не знаю, больше века нет никакого чистого спорта. Особенно скоростно-силовых. Нет их. Все на химии. Все олимпийские чемпионы на химии. Все рекорды, которые там уже 20-30-40 лет в атлетике, они все химические. И все, сука, это понимают. Но все делают вид, что натурально. Ну, натурально. Ну, в общем, так же, как в бодибилдинге. На протеинах. На протеинах. Поэтому, ну, как к этому можно относиться? Ну, так же, как в целом к нашей жизни. Это такой, знаете, фарс, обман. Какое кардио лучшее? Это зависит от того, какие ты ставишь перед собой цели. Если ты ставишь перед собой цель сжечь как можно больше жира при минимальных потерях мышц, то тогда тебе нужно очень низкоинтенсивное кардио или среднеинтенсивное кардио, но долго. Например, с пульсом 130, ну, в течение хотя бы часа. Тогда хороший шанс, что у тебя сохранятся мышцы, а сгорит именно сало. По поводу книг по-разному. Например, вчера я ничего не читал, сегодня тоже навряд ли буду что-либо читать. Ну, во всяком случае, с книг. То есть, я читаю очень много информации из интернета, и вообще у меня есть такая хорошая привычка. У меня есть распознавание речи на смартфоне, и, соответственно, я иду, там, у меня возникает какой-нибудь, там, вопрос какой-нибудь, да, я что-нибудь вижу, там, фамилию какую-нибудь, незнакомый термин. И у меня настроено, там, окей, гугл, да, я ему сразу спрашиваю, там, что это такое, там, окей, гугл, там, маршал Рокоссовский, допустим, хоп, и читаю, там, историю маршала Рокоссовского. Или, там, сегодня, окей, гугл, кештальт терапия, оп, читаю. То есть, у меня есть такая хорошая привычка, которая позволяет мне лучше собирать полезную информацию, с одной стороны, быстрее. А с другой стороны, такая информация гораздо лучше запоминается, потому что она идет в привязке к какому-то внешнему объекту, да. Ну, и вообще, в целом, это прикольно, то есть, ты, в отличие от большинства других людей, вот, по какой-то теме, ты начинаешь разбираться гораздо лучше, чем они. Вот, допустим, они тут живут, например, они не знают, что это там, кто такой Антон Павлов Чехов, да, например. А ты знаешь, потому что ты прочел, и когда был на этом месте, и, соответственно, запомнил эту информацию гораздо лучше, чем они. Гугл, Яндекс, ну, понимаешь, тут зависит от того, для каких целей ты используешь. На мой взгляд, юзабилити, да, у Яндекса, она лучше, чем у Гугла. Особенно, если ты пользуешься только Рунетом. Для Рунета, в общем-то, Яндекс лучше, ну, этот движок такой, он более специализированный. Если мы говорим про глобальный интернет, либо если ты изучаешь информацию на английском языке, то Яндекс тут не подойдет, тут Гугл. То есть, все вот очень просто. Если ты лазишь по сайтам в доменной зоне ком и по всему миру, и на сайтах с английским языком, то тогда пользуйся Гуглом. Если же ты пользуешься исключительно Рунетом, Гугл тебе не нужен, пользуйся Яндексом. Так, от растяжек избавиться невозможно. Другое дело, что со временем, когда мышцы становятся меньше, либо когда сало становится меньше, у кожи есть определенная эластичность, да, то есть она обратно стягивается. Но этот момент, он генетический. У кого-то кожа более эластичная, у кого-то менее эластичная. Если у вас эластичная, у большинства людей кожа достаточно эластичная, то растяжки сам и собой проходят. Так, семинар. В данный момент в бумажной книге у меня нет, которую я бы читал. При защемлении нервов поясницы обратись к специалисту. Там может быть очень много вариантов. В Казани семинар не планирую. Вообще фильмы, в принципе, я не люблю смотреть. Вообще не люблю ни ужасы, ни комедии. Мне как-то... Хотя вот в детстве, когда вот в 90-х годах все вот эти вот фильмы с Арнольдом Шварценеггером, с Джеки Чаном, да, там, с Ван Дамом, это, конечно, было прикольно. Но мне кажется, потому что я был ребенок, и это тогда было в новинку. А сейчас большинство фильмов, которые я начинаю смотреть, они, знаете, один фильм копирует другой фильм. Мне они так скучны, мне неинтересно их смотреть. Какой-нибудь очередной супергерой, который там весь фильм поднимает свою доминантность относительно остальных участников этого кино. И смотришь, и думаешь, блядь, такой бред, такие тупые обезьяны. И кто их только смотрит. Вот недавно щелкал телевизор, у меня там смарт-тв стоит, и я обычно подкасты слушаю на телевидении. И в фоновом режиме там шел какой-то фильм про этого, про мексиканца, вот этот вот с ножами, с таким, лицо у него в шрамах, такой стрёмный-стрёмный тип. И он там, значит, такой весь крутэшка, он там всех там режет, наказывает, стреляет, весь такой крутой. Я так смотрю на это, думаю, блин, боже мой, какие просто должны любить быть обезьянами, чтобы это, смотрите, чтобы это было интересно. Вот серьезно, у меня вот такая мысль возникла. Ну, тупо, тупо. Я еще понимаю, там в 90-х, когда ты посмотрел первый такой фильм, второй, третий, да, где идет один супергерой, и он там всех наказывает, и так все здорово. Но когда ты посмотрел 10 таких фильмов, а когда ты посмотрел 100 фильмов, а когда ты переключаешь канал и знаешь, что бляха, вот экшен, да, вот типа боевик, он опять сейчас будет об этом. Там будет одна суперкрутая обезьяна, а-ля там Ван Дамм, Стетхам, ну там кто угодно из новеньких. И эта крутая обезьяна, либо там с другой такой же крутой обезьяной, они будут опять повышать свою доминантность. Будут всех вокруг урезать, крошить и тем самым доказывать, что они самые лучшие. Мне такое смотреть неинтересно. Дело даже не в том, что это животное поведение инстинктивное. Все мы в той или иной степени животные. Ну просто скучно, потому что это опять один и тот же сюжет. Да, пожалуйста, Заядь 2.0. С рублем в перспективе ничего хорошего. В Зеленой Миле фильм хороший. Кидал людей. Ну думаю, да. Думаю, кидал. Ну я рассказывал эту историю. Я когда учился в школе, я продавал паленый протеин. Хачикам. Да. Да. Но они, понимаете, как он паленый? Не то, что паленый. Это был пищевой протеин, который добавляется в колбасы, по-моему. То есть, не то, что там вообще палево полное. Но это не тот протеин, который фасуют в баночке и продают в магазинах спортпита. Вот. И когда я был, еще учился в школе, я купил 50 килограмм этого протеина. Фасовал его в пакетики килограммовые. Печатал на принтере там бумазейку какую-то. То ли Атлант, то ли Антон. Не помню я, правда. Вот. Давал обивление из рук в руки в Минске. Вот. И продавал эту фигню. Но. С одной стороны, не совсем хорошо кедок. С другой стороны, я этот протеин сам ел тогда. А с третьей стороны, у меня было там несколько клиентов, которые постоянно ко мне приезжали. Причем среди них там были хачики. Я думал, блин. А приезжали вообще ко мне домой из центра. Я там на отшибе жил в степянке. Они ко мне приезжали, скупали там по пять, по шесть пачек. А это были последние пачки. Говорили, слушай, когда будет еще добавка? Я говорю, ну, пока нет. Они говорят, слушай, хороший такой протеин. Хороший. Очень нравится. Лучше, чем все остальное. Прет вообще. Отложи, будь другом, 10 пачек в следующий раз. Вот для меня. То есть, ну, походу, этим чувакам даже этот прот вставлял. Мазда? Ну, Мазда как Мазда ездит. Машина новая. Новая машина, пока она не проехала 100 километров, она обычно всегда хорошо ездит. Да-да-да, парни были горячие, горели. Протеины очень хорошие, очень хорошие. А кто-то говорил, ну, типа, ну, на толчок с него тянет. С другой стороны, в общем-то, с любого протеина кого-то на толчок тянет, а кого-то прет. Может быть, вопрос веры. Ну, вот те чуваки в меня, походу, верили. Кленбутерол не всем эффективен, не всем работает. Кленбутерол хорошо работает с тероидными гормонами на сушке. Это, пожалуй, одна из самых лучших связок для похудения. У нее тоже есть, конечно, свои опасные моменты. Но если сравнить эффективность и риск, то, на мой взгляд, связка Т3 плюс клен – это самая эффективная связка из всего, что может быть. Пьюр-протеин. Ну, я думаю, что не очень так. Ну, понимаете, все протеины, на самом деле, можно выкинуть в задницу, по большому счету. Ну, то есть, все, что вы получаете из протеина, можно легко получать из натуральных продуктов. Раз. Большое количество белка для роста мышц не нужно. Это два. И, в-третьих, вся фитнес-индустрия во многом, там, процентов на 50 работает за счет спортпита. Это три. То есть, журналы, фильмы, все это снимается за счет рекламы. А реклама идет в основном от фирм, продающих спортивные добавки. Поэтому, в целом, спортпит – вещь такая, сама в себе, она не очень хорошая, на мой взгляд, субъективная. Я, может, ошибаюсь. Вот. Если же говорить о отечественных производителях, таких как Пьюр-протеин, то тут вообще очень большие вопросики. Ну, почему? Потому что, допустим, когда есть спортпит на Западе, там очень серьезная конкуренция. То есть, там, если этот, не дай бог, будет плохой, на его место, там, 10 уже других компаний выйдет. Поэтому, в результате этой конкуренции, там очень хороший технологический цикл, там очень хорошее оборудование, и там беспокоятся за клиента. В России такого нет. Поэтому, у меня очень большие вопросики по поводу качества, по поводу цехов, по поводу безопасности. Я не знаю, правда, я не был на производстве, но вот так вот, эмпирически, просто размышляя, да, с точки зрения той информации, которую я знаю, мне кажется, отечественный должен быть обязательно слабее, чем буржуйский, ну, потому что он не вырос в таких конкурентных условиях, как буржуйский. Ну, и денег меньше. С плохим настроением бороться? С любым состоянием психологическим очень легко бороться, потому что наше сознание и наше настроение, оно зависит, в общем-то, от наших действий. Это взаимная связь. Если вы себя пакостно чувствуете, у вас сразу плечи опустились, глаза поникли, взгляд потух, вот. Ну, и, соответственно, вам херово, да. Когда у вас хорошее настроение, у вас грудь распрямилась, подбородок вверх, вы баетесь, вы счастливы, вы хотите каких-нибудь свершений и так далее. Вот. Прикол, вот и основной совет, который я вам могу дать, заключается в том, что эти вещи влияют друг на друга. То есть, если вы себя чувствуете мерзко, несчастливо и плохо, просто распрямите плечи, выпейте вперед грудь, вытащите свой подбородок. Наденьте на себя улыбку какую-нибудь. Посмотрите вверх на солнце. То есть, старайтесь телом делать такие вещи, которые характерны для хорошего настроения. И ваше плохое настроение начнет уходить. Потому что эти вещи, они взаимосвязаны. Если вы себе говорите, все херово, все плохо, сразу, да, действительно, в таком состоянии. Из этого состояния можно вылезти, если себе сказать, все хорошо, подбородок вверх, плечи расправил, улыбаешься, комедию какую-нибудь включил. То есть, переключиться. Конечно, работает, чуваки. Конечно, работает. Ладно, ребят. Не буду вас очень сильно нагружать. Сегодня у нас воскресенье. Отдыхайтесь, набирайте сил. Завтра постараюсь снова выйти на связь. Ну и придумайте какие-нибудь интересные темки. Буду всегда рад их обговорить. Давайте. Всем хорошего воскресенья. Продолжение следует...